Год собаки начался с истории о нечеловеческой жестокости. 30 декабря в приют «Майский день» доставили дворняшку с пастью, туго перетянутой скотчем. Собака была вся в крови, истощенная, напуганная, обезумевшая от боли. Эта картина шокировала даже видавших виды сотрудников. Морда была отекшая настолько, что была даже не в состоянии собака открыть рот. Изо рта свисал чёрный медвеж, часть языка. Были следы перетянуты. Было видно, что морда была чем-то перетянута. Собака была долгое время не ела, не пила, она была обезвожена, истощена. Видимо, ещё и в состоянии шока болевого от этого состояло. При осмотре мы обнаружили, что части зубов нет на нижней челюсти. «Тут какая-то травма была ещё, видимо, кроме сдавливания». Изначально работники приюта думали только о том, чтобы спасти измученное, обессиленное от боли животное, не дать ей умереть от кровопотери. Была также опасность, что некроз распространится. «Пришлось удалить часть языка, зачистить в ротовой полости некротизированные ткани щёк, морды. Собачка находилась неделю на капельницах. Мы в результате операции зачистили омертвевшие ткани. Постепенно выбаливали и те, что находились, сдавливали. Они тоже некротизировались, отмирали, выпадали, зачищали мы раны. Со временем она научилась пить даже с отсутствием языка». Сейчас Беляночка такую кличку дали собаке в приюте понемногу идёт на поправку. Самое страшное позади. В майском дне собака уже освоилась, подружилась с его обитателями. «Очень любит щенков. Очень переживает, когда мы её загораживаем от других собак, чтобы она не причиняла. Ей надо со всеми поиграть, со всеми поучаствовать во всех играх». В приюте у неё появилась ещё одна кличка – подпольная. Собака отозвалась на имя Колбаска. Так её теперь ласково зовут волонтёры. Колбаске предстоит ещё немало испытаний. Впереди сложная операция, которую проведут, как только она окрепнет. «Хотим провести операцию по пластике, чтобы, во-первых, внешний вид ей привести в порядок, ну и восстановить целостный щёк, чтобы ей было проще принимать, прищупить, в дальнейшем найти ей хозяев». Несмотря на пережитый ужас, Беляночка не озлобилась на людей и не перестала им доверять. А те, кто издевались над ней и чуть не убили, так и не понесли наказание. Ивановцы буквально завалили полицию заявлениями. Но это только эмоции. Их к делу не пришьёшь. Информации очень мало. Не удаётся даже сузить район поиска. Нашли собаку на улице Тимирязева. Может, жители окрестных домов или случайные прохожие видели обидчиков-дворняшки. «Руководство приют обращается ко всем жителям города Иваново с просьбой предоставить хоть какую-то информацию по поводу этой ситуации. Может быть, у жителей есть информация по поводу её бывших владельцев. Потому что собака явно хозяйская, домашняя. Потому что собачка добрая, социализированная. Или в лучшем случае владеть информацией о тех людях, которые так садически с ней обращались. Со стороны приюта мы гарантируем полную кондифициальность информации и, естественно, вознаграждение». Ивановцы, обладающие хоть какой-то информацией, полезной для поиска причастных к издевательствам над животным или прежних хозяев Беляночки, могут сообщить её по телефону приюта. Наказать живодёра теперь – дело принципа.